Не очень формальная. Это у нас все-таки не занятие, не обучение. Так немного говорить, обсудить тематика такая, которая сейчас животрепещущая. Трансформация бизнеса, всякие модные слова, цифровизация и все прочее. На самом деле, честно скажем, все это не более чем достаточно обычное. Последнее время более часто, конечно, в силу технологического прогресса встречается, но все-таки появляются новые какие-то возможности, нужно реорганизовывать. Как к этому можно подходить, какие есть инструменты. Ну и да, в общем, как у нас в заголовке обозначена роль руководства компании, наверное. Может быть, немножко такой пафосный заголовок, но действительно, без руководства компании такие вещи обычно не делаются. Иногда руководство лидирует, иногда не мешает, дает какое-то пространство для развития своим сотрудникам, каким-то инициативным, но в любом случае контроль, соблюдение, скажем так, интересов компании в целом, конечно, остается на руководстве. Давайте попробуем немножечко обсудить, что-то представлю, что-то более подробно будет уже на курсе, если кого-то заинтересует. Коротко представлюсь, с кем, кто коллеги очные, я так, по-моему, не встречались нигде на курсах. Меня зовут Данил, коллеги, кто в онлайне там вижу и знакомые имена. Рад приветствовать, кто в первый раз, тоже давайте познакомимся. Можете так вкратце немножечко написать о себе, собственно, в чем интерес. Ну, у меня опыт какой? Я со стороны IT, в общем, всегда так развивался, в силу как раз того, что IT сейчас всевозможные вот эти технологии, они как раз являются драйверами изменений, создают новые возможности для компании. Ну, в общем, тоже так трансформировался. Последние там уже, наверное, лет где-то порядка десяти занимаюсь вот такими трансформациями. И здесь специалисты, вот, и там консультирую стартапы. Ну, что действительно, достаточно плотно работаю там с банками, которые сейчас, ну, понятно, тоже очень активно трансформируются. Термин финтех, который, может быть, тоже уже всем слегка надоел, но действительно так, да, там предоставление финансовых услуг через IT. Ну, вот, немножечко на эту тему давайте поговорим, попробуем. Коллеги, кто, ну, лично здесь у нас, конечно, проще, да, я не случайно говорю слово поговорим, обсудим, потому что, ну, действительно, скорее больше, наверное, предложил бы, по крайней мере, режим какого-то диалога, да, все эти там слайды, все как просто некую такую затравку. Коллеги, кто в онлайне, ну, поскольку участников, ну, не сказать, что супер много, но достаточно много, да, уже вот на второй десяток, да. Я пока у вас держу микрофончики выключенными, ну, мало ли там какие-то, чтобы посторонние шумы что-то не мешало, так сказать, остальным. Пожалуйста, у вас есть вот такая вкладочка «Вопросы», «Questions», пожалуйста, там пишите. Я буду оставлять, естественно, время на такие серии вопросов-ответов. Вот, действительно, было бы хорошо, если бы у нас получился не монолог, а хотя бы в какой-то степени диалог. Я понимаю, да, мероприятие у нас такое достаточно компактное, так, минут на 40. Кто вы, вот, ну, коллеги, кто лично, может быть, представитесь, вот я так целевую аудиторию, она действительно достаточно широкая, да, во влечении руководителей организации, да, это вот сотрудники, которые непосредственно участвуют в каких-то трансформациях, преобразовании компаний. Вот, кто нашел время лично прийти, вы в какой степени, в какой роли участвуете вы в такой деятельности, кто как. Можно вас попросить немножечко обозначить, представиться. Коллеги, кто в онлайне, пожалуйста, в этих вопросах, там, свои реплики напишите. Угу. У вас? Ну, я, собственно, руководитель структурного подразделения, логистический, соответственно, в рамках этих, наук, скажем так, цифровизации и... Ну, да, логистика сейчас одна из таких тоже. Да, у вас? Ну, я пока не работаю, ну, пусть интересная тема, конечно, свободная сейчас и пока. Ну, да, тема такая действительно на слуху. Как всегда, как всякая такая модная, да, модная тема. Иногда ее, как это сказать, заездили даже, да, так чуть там цифровизация, цифровизация, трансформация. На самом деле все это вот, я вот так с самого начала и стал, это все подходит под понятие организационного изменения или изменения того способа, которым организация осуществляет свою деятельность. Ну, давайте, наверное, говорить больше об организациях коммерческих, но у меня в бескоммерческих организациях, это сейчас, конечно, там органы государственные тоже активно вот в цифровизации участвуют. Ну, как говорится, в чем не участвовал, не знаю, говорить не буду. Ну, наверное, наверняка есть что-то общее, наверняка есть какая-то своя специфика, но в любом случае это все подходит под такое более общее понятие организационного изменения. Что такое организационное изменение? То есть оно может быть разное, собственно, раз я об этом, в общем-то, и хотел бы поговорить. То есть это может быть изменение способа текущей деятельности, да, вот сейчас даже цифровизация, это может быть изменение текущей деятельности, как вот тот же ритейл, финансовый сектор, вот действительно та же самая, логистика, обучение, то же самое. В чем цифровизация? Сама сфера деятельности остается в принципе той же самой, да, то есть если вы занимаетесь логистикой, вы продолжаете заниматься логистикой, но используя цифровые технологии, используя возможности, не знаю, что сейчас у нас используется в логистике, всевозможные мобильные приложения, которые позволяют, что там определить место расположения транспорта, рассчитать маршруты, сюда же, кстати, очень тесно, это даже не столько IT, сколько уже более действительно наука, так сказать, ориентированная, машинное обучение, да, это вот, кстати, если говорить о тематике именно логистики, складской, ритейловой, расчет оптимальных маршрутов, оптимальных с точки зрения расстояния, с точки зрения, скажем, там, затрат топлива, еще есть каких-то соображений. Это тоже элемент цифровизации, то есть это другой подход. Как его внедрить, как его реализовать? Есть более крупные подходы, есть более крупные подходы, когда, например, компания в принципе меняет свою область деятельности, отходя от своих каких-то первоначальных услуг. Ну, вот, если говорить так о примерах, скажем, из того, что сейчас на слуху, ну, вот, слышали, наверное, там, достаточно, ну, уже сколько, несколько лет, и как там, что МТС-банк стал работать. Почему МТС-банк, почему мобильный оператор вообще вдруг пошел в банковскую сферу? Это ведь на самом деле, если посмотреть тоже определенное следствие той самой цифровизации, крупная мобильная компания, у которой очень большой, огромный пул абонентов, они, у них есть доступ к этим абонентам, то есть почему бы им не начать оказывать услуги совершенно другого сектора, да, там, не телекоммуникационного, а сектора, например, финансового, или там еще какого-то, или, кстати говоря, вот, буквально сообщение вчерашнее, которое, если смотрели, Facebook, что вчера анонсировал? Криптовалюту свою. Кто к нему вошел в пул? Если не посмотрели. В частности, Spotify. Что, чем занимается Spotify? Музыкальный бизнес. Музыкальный бизнес. Где музыкальный бизнес, где криптовалюта? Где-то они все равно, как-то пересекаются, если сгибанк или логистикой, все равно. Да, об этом речь, да. Логистическая платформа создает. Да, создает логистическую платформу, да, да. Вот это и есть более высокие, то есть не преобразование только текущих услуг, да, там, на новой платформе с новыми возможностями, а и выход в другие какие-то новые сегменты, да, вот, там, Сбербанк, вы говорите, ну, я про это не слышал, значит, ну, да, ваша сфера, вы лучше знаете. Логистическую платформу выходит. Музыкальный сервис выходит в финансовую сферу, телекоммуникационный, финансовый, и так далее, и так далее, и так далее. Телекоммуникационный, финансовый, напрямую завязаны, возможно, программы бонусы, спасибо, которые монетизируют. Манези, ну, спасибо как раз, да, Сбербанка. Вот, вот, вот оно. Здесь Сбербанк, спасибо, там, бонусы. Людям надоедает некие вот замены денег, где-то непосредственно. Непосредственно. Ощищать уже какие-то процентные. Да, свое, то есть, вот, вот, вот это вот все, да, да, вот действительно, это все вот так очень начинает быть взаимосвязанным. И любое изменение, на самом деле, вот у меня здесь написано, вызывает беспокойство. Ну, что значит такое слово вызывает беспокойство? На самом деле, традиционно. Вызывает беспокойство, во всех аспектах, во всех аспектах. Вызывает беспокойство, останется ли этот бизнес как таковой, то есть, а не уйдем ли мы вообще с рынка. Вызывает беспокойство, а не придет ли на наш рынок конкурент. Да, у нас сейчас хорошие позиции, но открываются новые возможности, ну, например, как с тем же образованием. Раньше, как, сидит университет, жил какой-то образовательный центр, он там хорош в своей области. А теперь любой человек может получить доступ в онлайн, там, к лучшим курсам. Ну, это тоже элемент цифровизации, потому что, а что такое, с другой стороны, знание? Знание, опять-таки, это тоже элемент беспокойства. Они устаревают, если вот еще несколько лет назад говорили, что цикл обновления компетенций профессиональных, это где-то сейчас 5 лет, ну, по крайней мере, в той области, где я работаю, вот как раз там организационные вопросы, там, портфельное управление, где-то 5 лет. Сейчас, наверное, даже уже быстрее все меняется. То есть, что такое знание? Знания устареют через очень непродолжительное время. Вот эта ситуация, когда человек мог получить, там, допустим, высшее образование, а потом просто совершенство своей области, она уже не применима, в принципе, да. Потом, да, вызывают беспокойство. С точки зрения реализации, хорошо, ладно, вызывают беспокойство. Смотрим куда-то там, да, есть всякие визионеры. Это же, да, вот сейчас есть же даже, как-то сказать, прям позиции такие в крупных компаниях, как вот тот же там Рэй Курцвелл. У него же там и должность прямо так называется, там, главный визионер Google, да. Вот у него работа такая, пытаться предсказать, прогнозировать, что будет через 30 лет. У него горизонт планирования 30 лет, не планирования, а именно визионерство 30 лет. То есть, будет оно, не будет, кто же его знает, но пытаются предугадать. А с другой стороны, это ведь риск, ведь любые изменения всегда в любой деятельности традиционно управлялись как что, как риски, причем риски именно негативного характера. То есть, как угроза понести ущерб. И начнем что-то менять, мы сломаем текущее положение дел, отработанное. А большой вопрос, выиграем ли мы в чем-то новом, да. То есть, вопрос вот этих всех трансформаций, он двоякий. С одной стороны, это всегда некие возможности, да, это всегда некие возможности, а с другой стороны, некие угрозы. То есть, если говорить в терминах риск-менеджмента, это спекулятивные риски. А могу задать, как подушку безопасности. Допустим, мы откладываем, нельзя яйца в одной корзине, а давайте мы их раскидаем по низу. Да, это вот как раз и есть, да, элемент управления риском. Да, это управление риском, разложить на несколько, да, на несколько, разложить на несколько корзин. Потому что, ну, вот, вы видите, я даже взял оригинальные слайды с одного из как раз стандартов, ну, не стандартов, как называется, руководство по управлению организационными изменениями. Что, какие группы, мотиваторов, да, то есть источников изменений могут быть. Это могут быть технологические, вот, собственно, ну, то, что сейчас немножко сакцентировано у нас. Накапливаются знания, накапливаются вычислительные мощности. Вот уже упоминавшись, там, машинное обучение или, там, более громкий термин, там, искусственный интеллект, ну, на самом деле, разница больше терминологическая, чем реальная. То есть двойной эффект. Накапливаются знания, накапливаются очень большие объемы данных, благодаря чему нарастанию вычислительных мощностей. Ну, известная вот эта ситуация, когда какой там айфон, не помню уже, явно не последний, там, седьмой, по-моему, что ли, по своим вычислительным мощностям, соответствует всем тем вычислительным мощностям, которые в свое время обеспечивали высохнул. Да, вот, что там в кармане. То есть данные накапливаются. Значит, если их много, есть большие вычислители мощности, их можно обрабатывать, из них извлекать, так называемые, неявные знания. Знания, то есть те, которые просто человек, посмотрев, он как бы для него не очевиден, как раз, что такое машинное обучение. Просьба выявить эти знания, эти зависимости, соответственно, как-то применить. Опять же, распространение знаний, допустим, очень сильно меняет культуру организации. Почему, опять же, мы говорим, роль руководства. Что такое компания? Ну, есть сейчас такой термин, я его очень не люблю, но он как-то вот сейчас распространен. Традиционная компания. Что быть традиционным? Глупый термин, вообще все традиционно, еще всем эти традиции. Вот такая куфла. Ну, может быть, да, вот видите, вот у вас такое, а я имел в виду другое, и многие имеют в виду другое. Поэтому термин глупый, но что такое? Как вообще вот обычно управлялись компании? Есть некий главный товарищ, как бы он там ни назывался, генеральный директор, президент там или кто-то еще. Есть какая-то группа там замов, совет директоров, есть какие-то там начальники департамента. То есть такая жесткая-жесткая игра. Почему такие структуры постепенно трансформируются? Не потому, что кто-то сказал, что это плохо или еще почему-то. А анахронизмом почему это стало? Потому что сотрудники получают доступ объективно к большему объему информации. Сам объем информации растет, то есть, знаете, вот эти единичные люди, ну, просто физически такой объем информации обработать уже не в состоянии. То есть вот такая централизация жесткая, она приводит к очень серьезному ухудшению качества принимаемых решений. Объективно, потому что, ну, любой из нас, любой человек, он ограничен в своих возможностях. Мы можем, там, не спать 20 часов в сутки, но вопрос, сколько при этом человек проживет как долго. Ну, допустим, там, энтузиаст. Но все равно есть 20 часов в сутки. Или 16, но не 25. И есть все равно какие-то ограничения, сколько человек может воспринять информации, даже самый, там, талантливый и так далее. То есть вот это вот делегирование полномочий, вот эта вот тенденция, которая сейчас идет, вот здесь называется культурные изменения, вот социальное взаимодействие. Что такое социальное взаимодействие? Опять же, ну, красивый термин, да. Это горизонтальное взаимодействие. То есть когда принятие решений делегируется, объективно, вынужденно, можно так сказать, делегируется на более низкий уровень. Почему? Потому что это люди, которые, во-первых, работают с меньшими объемами информации, не могут, что называется, переварить. Они ближе к конкретным каким-то участкам работы, то есть они могут быстрее отреагировать. Следовательно, это уже что? Это уже не прямое какое-то директивное управление, это не какой-то, да, как бы пресс, да, там, социальный, а это делегирование, это то, что сейчас, допустим, больше называют управление по ценам. Вот, казалось бы, да, причем здесь цифровая трансформация. Это, на самом деле, одновременно и следствие, и причина. Ну, или правильнее сказать, наверное, да, как. И причина, это одновременно будет, и причина, вот этот нарастающий объем информации, и следствие, что, да, вот такой, я не знаю, какой там геометрический, экспоненциальный, экспоненциальный рост информации. Вот, и вот возникает вот это понятие гибкой организации. Термин agile, его тоже сейчас, ну, скажем так, в достаточной степени, как это сказать, заездили, да, поэтому, но вот если мы возьмем, и я именно предлагаю взять именно оригинальное, вот буквальное значение этого слова, гибкость организации, гибкая организация, очень много что меняется. Меняются внешние условия, меняются технологические условия, меняются люди, вот, опять же, если вернемся на шаг назад, да, вот социоэкономические, там, более высокий уровень образования, создание просто принципиально новых рынков, которых раньше в принципе не было, ну, вот, как тот же там Spotify упоминавшийся, не было такого рынка, вот, онлайн доступа, да, никогда к каким-то медиа. Да, естественно, всякого рода вот тоже то, что мы особенно в IT-области сейчас активно наблюдаем, везде фактически в мире попытки регулирования, там, плохие, хорошие, ну, все это новое как там, что удается, пока, видимо, не очень, но что-то делается, это все тоже часто меняется, как вот там, все эти персональные данные, как во всем мире взялись в России все время эти законы как-то там меняют, изменяют в Евросоюзе, вот этот пресловутый там GDPR вышел, тоже под него все подстраиваются, это что, это тоже определенное ограничение на ведение бизнеса, с одной стороны, а с другой стороны новые возможности. Почему новые возможности? Если данные обезличены, ими можно делиться. Вот я, допустим, недавно с чем столкнулся, ну, в компании, там, в своей компании, там, мы там с Microsoft плотно работаем, как раз в области, там, доступа к искусственному, к интеллекту, они спрашивают, а вы там обезличенными данными готовы поделиться, чтобы они у нас там обрабатывались? Да, готовы, почему? Потому что они полностью обезличены. То есть, с другой стороны, да, вот не было бы этих законов, ну, кто бы задумывался о том, что данные надо обезличивать? Ну, есть и есть, да, вот. То есть, влияние, оно такое очень, получается, многофакторное. И вот этот принцип гибкости, да, или сам термин гибкости, что он означает? То, что компания, для того, чтобы она могла остаться вообще на рынке, вот с чего мы, собственно говоря, начали, чтобы компания могла остаться на рынке, она должна уметь быстро адаптироваться вот этим изменениям. Вот, беспокойство сказали, правильно, да? А придут конкуренты, или там наша отрасль вообще отомрет? Или видоизменится. Или видоизменится. И что-то лидируется с другими. Да, вот я в свое время, например, очень много работал со страховым рынком, ну, тоже в области IT, естественно. Мы очень много делали в свое время софта, допустим, для страховых агентов. А сейчас я смотрю, специально страхового агента, она почти уходит. Вот я даже как пользователь тут недавно, как взаимодействовал со страховым агентом, и то только, наверное, потому, что уже там 8 лет или 9 работаю. Он мне в почту прислал напоминание и ссылку на сайт, где мне продлить свою страховую. Я его уже в глаза не вижу. По большому счету возникает вопрос. Да, конкретного человека жалко, он лишается там своего заработка, но с точки зрения компании, а зачем вообще этот агент нужен? Он не нужен, он лишнее звено. Есть приложение, есть сайт, в конце концов, те же системы. Ну, может быть, они становятся просто обезличными, они там где-то в виде сервисов приложения. То есть они это обрабатывают. Конечно, конечно, да. И получается, вот, ну, предположим, если взять, компания, которая не адаптируется, продолжает работать с агентами. Ей нужно что, поддерживать эту агентскую сеть, их обучать, нести затраты. Они, скорее всего, проиграют рынок. Компания, которая внедрит приложение, внедрит машинное обучение, они, скорее всего, рынок выигрывают. Но это такой более очевидный пример. И вот, собственно, один из основных вопросов. А что значит, что компания гибкая? Ну, да, ключевой ответ понятный на верхнем уровне. Она должна уметь быстро адаптироваться. Почему слово agile, вот его, к сожалению, я говорю, заездили. Agile, к сожалению, сейчас очень часто ассоциируется с хаосом. Да, вот, там что-то быстро взяли, что-то быстро сделали. На самом деле это не так. Методические подходы, реальность, не то, что просто кто-то написал к построению гибкой компании, они предполагают как раз очень строгую структурированность процессов, управленческих процессов. В первую очередь, каких? Управление рисками и управление изменения. Почему управление рисками? Это непонятно, собственно, это вот то, о чем мы как раз с самого начала с вами и говорим. Потому что, что такое риск? Риск – это какое-то потенциальное, возможное, вероятное событие, которое может быть как позитивным, так и негативным. А может какое-то событие нести сразу и то, и другое в себе. Вот, кстати, те же регуляторные риски, они почти всегда спекулятивные. Вот я сейчас, опять же, про страховой рынок сказал, в свое время, допустим, когда там ОСАГО внедряли, или там обязательно медицинское страхование, еще какие-то там программы. Какие-то компании на этом выиграли, какие-то проиграли. Почему? Потому что какие-то сумели адаптироваться, какие-то, наоборот, неудили. То есть, для кого-то это вероятное событие, что-то там примут, какой-то регуляторный акт, оно оказалось в итоге позитивным, а для кого-то оно оказалось, наоборот, проигрышным, негативным. Значит, с точки зрения риск-менеджмента, компании должны эти процессы у себя выстроить для чего? Во-первых, для того, чтобы иметь возможность идентифицировать риски. И стратегические, и операционные, и какие-то риски среднего уровня. Понятно, стратегические какие-то, вот, общерыночные, там, среднего звена портфельного развития. Компания операционная вообще буквально вот текущая. Что может произойти? И хорошего, и плохого, и позитивного, и негативного. И более того, современные подходы к риск-менеджменту, они впрямую рекомендуют, причем это довольно давно уже произошло, где-то, наверное, ну, лет 10 последние точно. Это пока немножко непривычно до сих пор звучит для многих, но большее внимание и, соответственно, что значит большее внимание в управлении? Больший ресурс, да? Нужно выделять на управление рисками позитивными и спекулятивными. То есть, что такое позитивный риск? Это, другими словами, возможность, да? То есть, что-то выиграть. Да, и, если вот говорить о таких терминах, это действительно становится очень понятным и очевидным. Конечно, лучше вкладываться в создание новых возможностей в большей степени, чем противодействовать угрозам. Разумеется, нет речи о том, чтобы там вообще закрыть глаза и с угрозами не работать. Конечно, угрозам надо противостоять. Но если говорить о балансе, баланс смещается в сторону поиска возможностей. Даже в негативе. Что-то выходит в негативе, а что мы из этого можем получить? А какое мы можем получить конкурентное? Допустим, как раз-таки на уровне портфельного управления. Да, портфельное это управление, как что это? Совокупное управление проектами, операционной деятельностью для достижения какой-то фиксированной такой стратегической цели. Задача как раз портфельного управления состоит не в том, чтобы сосредоточиться на конкретных действиях, а в том, чтобы все время искать какие-то возможности. И по необходимости запускать новые проекты, запускать новые инициативы. И наоборот останавливать какую-то деятельность, которая уже становится, ну скажем так, устаревшей. Да, то есть задача и стратегического управления, и портфельного, да, это такой, то, что называется, верхний, средний уровень. Играть на адаптациях к изменениям на рынке. В том числе, вот почему этот пример сразу же на ум пришел с агентами, допустим, страховыми. Адаптировать персонал, развивать свой персонал. Не просто вот сидит человек, и он там просидел этим страховым агентом 20 лет, когда там страховой бизнес России появился в 90-м году, да, там. Вот он просидел 20 лет или 25 лет, и что, и все, вот он либо теряет работу, либо он что-то учится делать новое. Вот, кстати, ну у нас это пока еще только где-то, я видел там в каких-то программах, инициативах, а допустим, в Европе ведь это уже абсолютно массово распространено, что, например, там даже люди пенсионного возраста, они могут бесплатно обучаться как студентам университета. Почему? Ну потому что проще человека обучить, чем платить ему какие-то пособия, да, там даже для экономики более выгодно. Для компаний тоже более выгодно. Вот если говорить о компаниях, вот очень много лет такой вот пример всегда приводится, я не знаю, может быть он тоже избитый, возможно, его тоже уже неоднократно видели. Nokia одна из старейших европейских компаний, ну в Европе, конечно, не как в Японии, я вот готовясь к этому мероприятию так пролистал, но это известный факт, да, что японцы они же очень любят семейные компании, да, что там есть компании, которым по 700, по 800 лет, да, там какая-то там у них есть даже гостиница чуть ли там не с 7 века, это уже тысячу с чем-то лет, чем они жутко гордятся. Ну в Европе такого нет, ну у нас вообще по понятным причинам такого нет. Ну вот одна из старейших европейских компаний, которая была основана в 19 веке, где-то там 1870 или что-то вот, в Российской империи, кстати, если что. Вот. С чего они начинали, кто помнит? Они делали пыжи для охотничьих ружей. Nokia специализировалась на изготовлении пыжей. Для охотничьих ружей. Потом они чем стали заниматься? Параллельно, кстати. Пыжи это картон, они стали очень крупным производителем бумаги. А параллельно они стали очень крупным производителем резиновой обуви. Почему? Охотники, да, вот смежные. Пыжи уже особо были... Где-то рядом. Да, но это как раз была трансформация тогда, там никакой цифровизации. Ну, пыжи уходили, а работать было надо. А потом резина, резина. Шины Nokia пользуете, как автолюбители? Пользуете. Это Nokia. Я сейчас не говорю там, я понятия не имею, там этих разделений юридические лица. Все это уже все юридические игры. Но по сути это Nokia. Это их бизнес. Да, тоже вроде бы осталось. И полотенца, и чего-то они делают. А потом у них с 50-х годов пошла другая линейка. Телевизор и все прочее, которая быстро умерла, а потом стала Nokia, вот та, которая известна, и телефон. А потом этот бизнес умер. Но остался, что телекомовский фрагмент бизнеса. А это уже... Ну, это вот и есть, это мобильный бизнес ушел. Когда его там... Это другая немножко история. Когда там купил Microsoft, потом Microsoft продал там сейчас каким-то китайцам, там это все. Но операционную систему, да, купила какая-то российская компания. То есть вот этот бизнес они распродали. А телекомовский бизнес, производство телекомов, оборудование, внедрение, это все осталось, одна из крупнейших компаний, мировых лидеров. Посмотрите, видите как? Где ПЖ, а где телеком? Вот компания радикально меняет бизнес. Это, конечно, один из действительно таких самых известных примеров. Но это вот как раз и есть пример той самой гибкой организации. Вот для того, чтобы организация была гибкой, сейчас... Ну, или как сейчас, не то, чтобы она была гибкой, а как можно идентифицировать факт, кого является или не является организация гибкой. То есть насколько она устойчива к таким изменениям. Что значит устойчива? То есть она может адаптироваться. Выделили вот такие семь принципов. Это вот Институт проектного управления, PMI. Они, естественно, они достаточно активно мониторят, участвуют. Первое. Адаптируемость к изменениям. То есть компания не сопротивляется изменениям, готова к ним адаптироваться. Каким образом? Открытость в общении. Опять же, почему мы сказали, что вот такие жесткие вертикальные иерархические структуры работают довольно плохо. Слишком долгий путь наверх, вниз, искажения информации. Более устойчивыми являются горизонтальные структуры. Допустим, взять тот же Microsoft, да, понятно, что берем примеры, которые там на слуху. Вот Microsoft, понятно, там огромная организация, что-то там, по-моему, более 300 тысяч только штатных сотрудников, там по всему миру не считают. Там у них же тоже всякие родственные структуры. Знаете, сколько у них всего уровней именно иерархии подчиненности? То есть между советом директоров, где там Гейтс, Наделла и прочие, и вот каким-то самым там рядовым администратором, где-нибудь там в офисе, не знаю, там в Краснодаре или в Новосибирске или еще где-нибудь. Шесть уровней. То есть иерархических ступеней получается всего пять. Очень плоская компания при всем таком своем важном. Тот же самый Google, там, ну, я не помню, или, может быть, они не публикуют, как-то в открытом доступе не попадалось информации, сколько вот таких уровней. То, что там явно очень их немного, вот даже вот эта гугловская известная практика, что внутренние вот такие стартапы, собственные какие-то, когда сотрудники делают, там, в рабочее время, которое на это выделяется, они потом представляют первым лицам компании. То есть, в принципе, самый рядовой сотрудник все равно в какой-то момент времени, хоть там на 20 минут, но имеет доступ к первым лицам компании, представив какую-то свою работу, да, то, что он сделал. Соответственно, вот, кстати, тоже очень хорошая иллюстрация. Восприимчивость к изменениям, вот тоже ведь это гугловская практика, когда сделаны вот такой личной инициативе работы, они вот по результату оптицаря могут становиться корпоративными продуктами. Ну, естественно, принося там свои какие-то бонусы. Этим разработчикам, но как принцип, то есть компания открыта к вот таким изменениям, что происходит на рынке. А почему? Потому что члены проектных команд, вообще сотрудники, у них есть на это полномочия. То есть, вот принцип горизонтального распространения информации и право на ошибку. Вот этот принцип fail fast, который тоже сейчас очень активно распространен, что, ну, дословный перевод, быстро провалиться, да. Что значит быстро провалиться? То есть, не пытаться спланировать куда-то на очень длительный период вперед. А поскольку ситуация очень изменчивая, двигаться методом проб и ошибок. Да, вот по-русски, наверное, правильнее это перевести, как метод проб и ошибок. Ну, то есть, у человека, у сотрудника должно быть право на ошибку. Попробовал? Да, в этом направлении не очень хорошо работает. Например, пользователи не откликаются, клиенты не очень хорошо реагируют. Окей, все, мы не множим здесь убытки, поэтому fast, быстро, то есть, быстро попробовали. Не получилось, все, убытки не множим, переключились на другое, попробовали так. И вот таким методом проб и ошибок мы нащупываем путь, но зато быстро и отталкиваясь от заказчика. Ну, заказчика, клиента, это уж понятно зависит от компании. Где-то заказчики корпоративные, где-то заказчики внутренние, где-то это, как-то, не знаю, тот же там Spotify или во многом тот же Google. Google, это просто мы, как пользователи там вообще всего мира. У кого что, да, вот, ну, получать обратную связь, вот эту вот реакцию. Поэтому вторая составляющая, которая должна быть жестко выстроена, и опять же, вот мы говорим, роль руководства здесь. Первое, мы сказали, риски. Второе, это наличие процедур реализации изменений, чтобы не свалиться в хаос. То есть, отстроенные процедуры управления рисками дают возможность идентифицировать возможности, а отстроенные процедуры реализации изменений, что в себя включает мотивированный персонал, должны дать возможность быстро эти изменения реализовать. Вот, в частности, тот же самый метод проб и ошибок. Он очень сейчас популярен, хотя, конечно, он является единственным. В итоге, что можно, как бы так, промежуточно резюмировать? Изменение культуры компании, а это, естественно, всегда дело всей компании, это не может быть без инициативы верхнего руководства, включает в себя пять основных компонентов. Ну, здесь они как некие шаги нарисованы, но это компоненты. Стратегическая гибкость. Вот почему приводится очень часто в таких ситуациях этот самый пример Nokia. Ну, кстати, тот же пример Toyota, допустим. Кстати, сейчас очень наглядный пример последние несколько лет вот под руководством того же Nadel и Microsoft, когда он просто отказался. Да, вот Windows, Microsoft, Windows всегда были там почти синоники. Он резко практически. Потому что Windows-то так что-то. Он, она хранит, пока поддерживает. И убрал бизнес вообще в облако, да. Из таких известных компаний, что еще там, Toyota, да. Кто-нибудь слышал? Вот знаете логотип Toyota, откуда пошел-то сюда? Откуда? Это иголка, это нитка, продеваемая в ушко иголки. Вот этот вот их логотип. Потому что когда-то, говорят, мы тогда все еще не родились. Да, Toyota занималась производством швейных машин. Кто бы, как говорится. Да, да, да. Тогда они еще... То есть, вот она, стратегическая гибкость. Готовность вообще поменять область деятельности. Коллективное лидерство. То есть, ну, это то, о чем мы говорили. Здесь уже сильно повторяться не буду. За счет чего оно возможно? Люди подготовлены. Подготовлены это и образованные, и обученные, и те, которым дали возможность реализоваться. Которые не задавлены страхом, что их там уволят за ошибку, накажут там или еще чего-нибудь. Соответственно, адаптивные процессы. Вот то, что как раз было сказано на предыдущем слайде. Что есть процессы, как оценивать инициативы, как их внедрять, как контролировать. Чтобы не получилось, что мы меняем, меняем, меняем. Вот это вот постоянное сваливание в хаос. Почему я вот говорю, что слово agile вот так заездили. Суть-то на самом деле очень правильная. Понимать, соответственно, вот когда мы говорим, что адаптивные процессы, там, поддерживающая культура, на каком уровне реализуются. Есть уровни крупные, стратегические. Они обычно реализуются через что? Через проекты. Это длинные циклы. Циклы могут быть 5-7 лет. Но пока идет цикл 5-7 летний, может быть, большое количество уточнений, изменений текущих позиций. Это уже какой-то тактический уровень управления через проекты или программы проектов, которые адаптируют портфель к текущим изменениям. А в рамках операционной деятельности это содержит текущие изменения. Пока там какой-то проект запустится или что, кстати, в IT, опять же, культуре. Почему сейчас, например, очень активно стало популярным направление продуктовое, да? Когда одна и та же команда, она продукт и выпускает, и поддерживает, да, там тоже приложение, там, мобильный какой-то продукт, сайт, там, не важно, и развивает и так далее. Потому что это быстро. Что вот одна точка ответственности. Вот эта команда, она работает с одним и тем же продуктом. Она его знает, она взаимодействует с заказчиком, и как раз быстро поддерживать какие-то текущие изменения. То есть, например, в том же банковском бизнесе очень активно внедряются всякого рода вот agile подходы, продуктовые подходы. Они причем ведь внедряются, ну, в крайней мере, когда я с банками там работаю, что замечаю. В первую очередь на продуктах, которые именно на конечного клиента ориентируют. Чтобы как бы вот у клиента есть какая-то, какая-то обратная связь, какое-то пожелание, все, это уже, значит, идет в работу. Вот, поэтому, да, быстро адаптируйся, быстро учись, быстро проверяй. Вот как раз как с точки зрения команд. Да, вот есть такой интересный квадрант, ну, классический, да, там, Гартнеровские квадранты, да, где по одной, если скорость работы, по другой атмосфера в команде. То есть, что значит атмосфера? Конструктивная или, наоборот, такая жесткая, принудительная? Вот, видите, выпадает вот этот вот нижний квадрант, когда атмосфера в команде какая? Негативная. Все делаем что-то, вот что спустили, то и делаем, лишь бы сделать быстро и отвязались, да. Видите, так и назвали, команда аутсайдеров. Потому что делают, лишь бы отвязаться. Какие есть рабочие варианты? Вот, видите, ну, так, цветом здесь выделено, три рабочих варианта. Среди них нельзя сказать, что какой-то абсолютно лучше и какие-то хуже. Каждый работает в своей ситуации, в зависимости от отрасли, от, опять же, культуры компании. Ну, вот, например, как, ну, давайте по, как там, против часа, да, нет, по часовой, да, по часовой стрелке. Так называемая команда американской мечты, да. Смотрите, атмосфера негативная. Почему? Жесткое давление. Есть босс, босс сказал, делаем. Но зато есть жесткая точка принятия решения. Делаем, да, вот, пуш такой. Работаем докуда? До получения результата. Главное не быстро, главное добиться результата. Хотя, вот, например, у того же Ларри Пейджа, ну, там у них, конечно, не всем такая культура, у него есть очень интересная фраза, которую так, как цитаты уже разобрали. Лучше сделать быстро и хорошо, чем лучше всех, но долго. Другой вариант, да, вот, конструктивная атмосфера работы в команде, нацеленность на результат. Это вот классические такие девопс команды, какие-то команды изменений, стартапы, группы единомышленников. Это, конечно, очень такой хороший вариант, потому что это не просто кто-то один лидирует, это именно командная такая хорошая работа. И, ну, здесь термин ясли, он, может быть, по-русски звучит немножко, типа детский сад, да, там ясли уж совсем, но на самом деле нет, это не значит, что это что-то детское. Это значит, что... Неначальный этап. Нет, вот в том-то и дело, что неначальный этап, это одна из возможных культур, когда команда развивается вместе со своим продуктом. Это тоже вариант. То есть здесь нельзя сказать, что какой-то из этих трех вариантов лучше, хуже или начальный, последующий. Они все три возможны в зависимости от того, что за рынок, что за продукт, что за компания. И на каком этапе. На каком этапе, да. А вот в частности, что за компания, ну, например, кто наши пользователи, да, то есть на кого мы ориентируемся. Есть вот такая качественная схема, на нее вообще стоит всегда при внедрении каких-то инноваций ориентироваться и помнить, что люди по своей, ну, как сказать, сущности, они чаще консерваторы, чуть реже прагматики, уж совсем и нет, как какие-то энтузиасты. Ну, так, скептики тоже не самый частый вариант. То есть, допустим, например, опробовать свои идеи, свои гипотезы можно на компте. Вот эти вот энтузиасты могут на какого? На визионерах, то есть визионеры, ну, это уже не в смысле там Леонардо да Винчи или Курцвейла, а визионеры, ну, там, своего уровня, там, компании. Люди, которые смотрят немножечко вперед, которые понимают, что нужно пробовать, иначе, да, вылетишь с рынка, но у них есть какие-то цели, критерии. Вот на них можно попробовать. Если идея работает, начинать распространять на вот эту группу, которая получила название прагматиков. То есть, люди, которые готовы работать с новым, они не сопротивляются изменениям, но им нужно показать, да, то есть, как раз-то результат, полученный на визионерах, может стать аргументом для прагматиков, что с этим продуктом можно работать, что можно отказываться от агентов и переходить на, там, электронные предложения на полисах, что можно, допустим, там, внедрять, не знаю, какие-то там системы автоматического построения маршрутов, да, а не доверять опыту водителя для девайса, у которого три цвета опыта. Потом уже немного переходить, так, постепенно на консерваторов, то есть, опять же, не ломать людей, вот что называется, об колено, а чтобы они увидели, что да, работает, то есть, их успокоит. То есть, вот это вот беспокойство, про которое где-то у нас тут речь шла, да, чтобы это беспокойство у них уже было снято, что да нет, работает, вот мои же коллеги, все рядом работает. Ну, скептики тут сложнее, я вот на примере специалиста показываю, мы тогда разные, как раз тоже цифровые форматы внедряли и внедряем, оно обычно так и идет, то есть, сначала какие-то энтузиасты, потом большинство, а потом скептиков уже, может, развиваться потом. В регламентном порядке, да, вот постепенно, постепенно. Вот, собственно, так оно примерно и работает. Ну, и всегда сейчас как, любят во всех этих схемах оставлять такую незаполненную последнюю ступеньку, потому или там какой-то внешний круг, по-разному рисуют. Почему? Потому что, ну, действительно, все очень быстро меняется, и кто его знает, что будет следующим. К этому надо быть готовым. Да, нельзя сказать, вот мы достигли все, нужно понять, что дальше тоже что-то будет. Вот такой общий принцип, общий подход. Коллеги, пожалуйста, ваши комментарии, опыт, видение. Коллеги, кто в классе, спасибо, вы активно поддержали. Коллеги, кто в онлайне, какие-то ваши, пожалуйста, комментарии, вопросы. Ну, на всякий случай, да, оставляю свои контакты, всегда, пожалуйста, там, ну, где-то на сайте публикую что-то вот новое. Курсы, опять же, потому что, ну, вот, в частности, по этой тематике у нас такой двухдневный, есть полноценный тренинг, вот, как раз по управлению орг-изменениями, так, уже более детально мы сейчас, конечно, в силу такого формата мероприятия. Какие-то ключевые моменты, да, естественно, это все дальше может уже прорабатываться. Ну, по-хорошему, и должно прорабатываться, потому что, как обычно, общие моменты должны доводиться до практического воплощения. Ну, наверное, так. Так что, пожалуйста, какие комментарии, соображения, пожалуйста, так, спасибо за ваше участие. Коллеги, кто в онлайне, тоже спасибо. Да, Дмитрий, спасибо, вижу. Спасибо. Ну что, если каких-то так вопросов нет, тогда, наверное, завершаем. Спасибо. Если что, на связи. Спасибо.